Здравствуйте! На прошлом уроке, когда мы с вами рассматривали четные и нечетные функции, я говорила, что не нужно путать эти понятия с четными и нечетными числами. Сейчас я попробую объяснить, что я имела в виду, потому что некоторая связь здесь все же есть. Обратите внимание, когда я приводила пример четной функции, то это была функция х в квадрате или х во второй степени. Вот она. А когда я показывала нечетную функцию, я приводила пример х в кубе или х в третьей степени. Еще одна нечетная функция была f от х равно х в первой степени, или у равен х. Мы взяли для примера достаточно простые функции. И, как вы могли убедиться, на самом деле эта связь существует. Если показатель степени независимой переменной четное число, то и функция может быть четной. А если показатель степени нечетное число, то соответственно и функция может быть нечетной. Но обратите внимание, не у каждой четной функции должен быть четный показатель степени аргумента. Например, у тригонометрической функции, или вот у такой вот причудливой, как здесь, степеней вообще может не быть. Просто, возможно, именно такие примеры со степенями, как здесь, и сподвигли назвать их, соответственно, четными и нечетными. Давайте-ка еще кое-что проясним. Мы не можем аналогично рассуждать, если функция выражена многочленом. Например, в последнем примере, когда функция х в кубе плюс 1, она была нечетной, не нечетной, хотя х был в третьей степени. Но если функция выражена только независимой переменной в степени, в данном случае это х, то принцип определения четных и нечетных функций по показателю степени работает. Если, например, f равно х в первой степени, а это равно у равно х, то эта функция будет нечетной. Нечетная, потому что х возводится в нечетную степень. Если же f будет равно х в квадрате, эту функцию мы тоже рассматривали на прошлом уроке, если f равно х в квадрате, то это будет уже четная функция. Как видите, этот принцип работает. Продолжим. Если возведем х в третью степень, то это будет нечетная функция. Возведем х… давайте немного не так сделаем. Запишем в общем. Если f равно х в степени n, то функция будет нечетной, если n – нечетное число. А четной она будет в том случае, если n будет четным числом. Но здесь тоже надо быть очень аккуратным. Давайте теперь расставим все точки над и. Цель нашего сегодняшнего занятия – выяснить, есть ли какая-нибудь связь между четными и нечетными функциями и четными и нечетными числами. Запомните, не во всех четных функциях показатель степени четный. Аналогично и не во всех нечетных функциях показатель степени нечетный. Вот, например, если у нас будет такая функция в виде многочлена, как здесь, х в кубе плюс 1. И здесь вы, вероятно, посмотрите и скажете, а, здесь все ясно, это нечетная функция, так как х возводится в нечетную степень. Но это не совсем так, это не нечетная функция. Чтобы по показателю степени определить вид функции, нужно, чтобы х в степени был один-единственным членом. Только тогда такой принцип работает. Например, х в первой степени или х в третьей степени – это на самом деле будут нечетные функции. Думаю, именно поэтому и назвали функции четными и нечетными. Но есть еще замечания, касающиеся четных и нечетных функций. Предположим, у нас есть вот такая тригонометрическая функция. Это четная функция, хотя х тут без степени. Но обратите внимание, правая и левая части графика симметричны, они как бы создают пару друг к другу. Точно так же ведет себя функция х в квадрате, точно такая же симметрия. Вот поэтому эта функция тоже четная. То же самое касается нечетных функций. У всех нечетных функций части графика симметричны относительно начала координат, как и у функций, например, х в кубе. Надеюсь, вы все поняли. На этом все. До скорых встреч!